итак всем привет дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кровь монтаж я ранее публиковал своем инстаграме короткое видео которое мне сбросил мой подписчик по youtube каналу попросил разобрать разобраться с проблемой и так я приехал на место за моей спиной кровля зеленого цвета из катепала и подъехали специалисты производителей катепала технические специалисты сейчас будем знакомиться с ними и с моим подписчикам прессы добрый день алексей азот на расти техническим специалистам катепала очень приятно да пойдемте как говорится кровлю издалека нечего смотреть а вот наш подписчик григорий здрасте это вот специалист катепала рассказывайте проблем не было на 9 год потекла крыша у дома вот вызвала специально посмотреть скорее всего как не искали специалисты это некачественный монтаж такое бывает часто встречается григорий вы пчеловод да много меда у вас много расскажите общался я мед люблю у меня дедушка был все пчеловод и он мы у него там кран был включен к полотам на дощечку день это такой зигзагом они пили до сих пор помню царство небесное у него и такой бочки или что и там пчела попала и бульты хаяц он говорит ночью говорит поставь пальчики помоги она а я говорю ну и как больно пчела он говорит нет пчела добро помнит ты ее помог и он не палец и она на него раз там выпала крышки там выпрямляет сидит и улетел я до сих пор это помню протекла крыша дому девять лет доме никто не живет он не оттапливает когда приобретали застройщик сказал что это крыша производство мягкая кровли к ты пол на самом деле это застройщик сказал что это когда сейчас друзья хочу показать ведь этот застройщик это все он застраивал дома так идут в ряд везде мягкая кровля вот и просто человеку сказали на примере этого рисунка этого цвета приобрел тоже кровли к ты пол уже сам лично и покрыл баню именно финской кровли к ты по этого и сами дела до баня простояла уже три года четвертый год уже три зимы проблем нет также сделан был автонавес тоже под одну гамма цветов и собственно вот именно тоже качество и маркетопал на автонавесе данная крыша на вот этот год весной потекла потрескалась приблизительно в 20 местах то есть она восемь лет не текла а потом резко и вы вылезли вот обнаружили разрывы по диагонали течет в основном значит по стене я так понимаю попадает меж потолочное перекрытие и уже со второго этажа капает на первый этаж причем во все комнаты надо сказать что я когда переслала видео своего подписчика специалистом к ты пола я не знаю хочу высказать им свое фе они сразу определили что это не черепица к ты пол но промолчали специально промолчали горит да давайте мы готовы там поехать разобраться вот тоже еще эти самые шпионы промолчали они уже сразу понял что это не их продукция и согласились поехав и тут я узнаю буквально что это действительно не кот и пол и клей мой подписчик узнал два дня назад что это не кот и пол а что это вы узнаете после рекламной паузы вот поднялись мы на мансарду эти окошки вода с протечки оставляют такие следы а вы григорий вот это замазывают пытались это нет это я замазал от солнца чтобы спина не разрешалась у даже вот даже даже смотрю сюда в пол и по гипсокартону по реализацию конечно надо будет здесь доделать и меня за ноутся шелушиться смотрите разрушается вообще просто вот что такое дешевая пароизоляция она прям как пепел в пепел превращается она стоять то не стояла толком вот шелушиться вот это прикосновение ведь как пепел 9 лет дом стал без отопления крыши не текла на этот год она потекла понятно резко хорошо сейчас полезем наверх и так ну что полез я на кровлю вот такая нас кровля и так ребят гибкая черепица как выяснилось это не кот и пал не кот и пал совершенно тадара дан да дан оттегала но я хочу сказать не в упрек и так далее к производителю дело тут совершенно не гибкая черепицы в ее качестве здесь просто без руки монтаж ну просто просто без руки сейчас я расскажу обо всех моментах чтобы вы дорогие мои не повторяли эти ошибок к сожалению дом был на продажу человек его приобрел уже готовым дом 9 лет назад смотрите какая ступень здесь ступенька 7 миллиметров где-то вот как раз ведь они на этих вот выступах когда поднялась лист и избег поднялся вот как раз они и ее разрывает 1 вспучивает здесь жестко прибитая вот пошел по диагонали первое значит отсутствие какой-либо вентиляции что на карнизе теперь обратите это же вентилируемый конек я узнаю по системе теговый он идет здесь не вальпы пластиковая потому что коньковой карнизной плитки у тегова нет монтируется все обрезается вот эти ганты и лепестками коньки монтируются либо таким такого плана вентилировать загляни под конек да 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 он заглушен просто заглушен зачем делать этот выпуклую часть специально чтобы вентилировать я его взяли заглушили с обоих сторон саморезы и смотрите напрямую немножко стрёмненько где-то градусов 45 кровли смотрите как по диагонали она вот здесь вот она склеен и здесь жестко склеены видите и рвет по диагонали вот полюбуйтесь целый какая диагональ просто жесть просто жесть планки как сведены прям поверх на саморезы сюда тоже водичка стремится смотрите во первых металлический элемент фронтоны видно что не штатная где-то сгибали эти короткие потом все эти места материал не прибивается суда такой наносится с герметика с битумного битумным клеем все это приклеивается тщательно и вот эта планка должна шире быть сантиметров 20 вот даже досюда и на этих местах вот косые дожди не герметика ничего нет залетает только на ура с подветренной стороны и так может в откосы наливать очень сильно здесь просто безрукий монтаж безрукий дома на продажу и вот тегла этот дом с одной стороны с другой стороны все дома из тегла и здесь по поселку теглы много и к сейчас специалисты от и пола уехали и комментировать произошедшее и состояние этой кровли они не стали как бы я считаю что правильно по этическим соображениям здесь конкурент производитель смысла нет тут им топтаться мелькать в кадре обсуждать другого производителя мы пообщались похожие ситуации могут произойти с любым производителем я вас уверяю технониколь тегл кт-пал деке неважно это безрукий монтаж просто нужно не повторять их ошибок значит ставить зазоры между плитами usb в основном значит и лист usb нужно разрезать еще на на 2-3 части минимум вот и делать расширительный зазор на 3-4 миллиметра между листами usb и важную роль играет подкровельная вентиляция особенно если кровля мансардная как в данном случае нужен приток вентиляции и выход на коньке что здесь не было сделано и так в таком состоянии кровля простояла 9 лет это удивительно это еще хорошо если бы григорий включил здесь отопление кто вот эти все моменты произошли намного раньше вот эти порывы по диагонали часто происходит на южной стороне вот эта сторона южная как раз пик солнца здесь где-то в обед солнце уже попадает на эту часть кровли вот и сама жара в этой кровли и представьте если влага дождь когда попала конденсат она не проветривается и греет солнце еще дополнительно этот битум то естественно там повышенная влажность там как парник все слой листов usb начинает там двигаться естественно он разорвет что хочешь а северная сторона кровли где тенистая там впервые будет образовываться мог но сейчас сам хом тоже есть хим средства с ним можно бороться чистить быстро эффективно и так дорогие друзья посмотрите сколько присыпки в желуде я не знаю стоит здесь у нас прессован сантиметра два вот все что осыпается с ней здесь никто не чистила может чистим не знаю насколько накопилось тоже вот такой момент это вот говорит о том что кровля когда ее сделали только она такая новенькая нарядная и сфотографировать скажем отойти с перспективе скат пройдет лет десять еще раз фотографировать вот сравнить эти две два фото вы увидите насколько цвет кровли стал уже не ярким таким тусклым как раз из-за этого момента такое обсыпается вот этот гранулят подкрашен это тоже немаловажная вещь так сейчас я полезу на чердачок тут имеется посмотрю междуряди стропил междуряди обрешетки вообще ребят здесь дышать нечем у здесь очень жарко конек потому что заглушен здесь жарище неимоверно померяю междуряди метр метр это очень много как бы мы делаем сюда по осям 60 гидроизоляция понятно она самая дешевая она пропускает и туда и обратно вот смотрите ставлю рулетку здесь обрешетка двадцатка очень тоненькая даже не 25 тез при междуряде стропил метр обрешетка двадцатка фанера девяточка вот вам пожалуйста дом на продажу монтажик подешевле подешевле сейчас просто человеку но купил он дом сейчас ему надо перелопачивать и стропильную систему посмотришь что жара него не могу сидеть ребят пару минут на улице так свежо и обливаюсь потом здесь духота невозможно и так дорогие друзья мой выпуск подошел к концу григорий вам григорий вам спасибо желаю вам удачи в постройке новой крыши крыша к сожалению подлежит полному ремонту а вот чем скорее тем лучше внутри ремонт начинать или продолжать я не вижу смысла пока скромно не разберетесь а вы не повторяйте ошибок всем удачи пока